здравствуйте подписчики здравствуйте зрители с вами я кирилл и мой канал кирилл ржевский и это уже мой 11 видео урок о том где скачать как установить и как пользоваться эмулятором android итак приступим для начала перейдем на сайт 4pda здесь мы узнаем всю информацию о данном эмуляторе и так данный эмулятор nox up player версия 3.8.3.1 она же у меня и сейчас и вы тоже скачайте данную версию по ссылке в описании под этим видео там будет яндекс диск и вы с него скачать и у вас тоже будет версия 3.8.3.1 итак значит данный эмулятор позволяет эмулировать все функции android на вашем компьютере то есть все эти функции которые доступны на вашем смартфоне вы можете их использовать на вашем компьютере и насколько я помню это лучший эмулятор вообще для android даже лучше чем bluestacks по крайней мере для меня и так вышел данный эмулятор 2015 году но возможно и раньше могу и ошибаться значит какой же компьютер нужен для данного эмулятора до самый простой на самом деле и так значит операционная система практически любая но не менее windows xp то есть windows 98 там это уже не подходит но вряд ли у кого-то будет такая система то есть думаю как минимум xp будет у каждого пользователя это точно процессор intel или amd опять же процессор у каждого есть пользователя оперативная память как минимум 512 мегабайт думаю у вас будет 512 мегабайт потому что уже 21 век на дворе 2017 год вряд ли у кого-то компьютер с оперативной памятью объема менее 512 мегабайт поэтому даже смешно и так видеокарта с поддержкой технологии opengl 2.0 и выше это либо nvidia либо amd то есть думаю либо та либо другая видеокарта у вас должна быть и свободное место на жестком диске не менее 1 гигабайт думаю один гигабайт вас найтись должен итак собственно мы с вами ознакомились вообще с данным эмулятором теперь давайте же перейдем к установке устанавливается данный эмулятор довольно таки просто просто запускаете установщик который вы скачали с яндекс диска нажимаете запустить и тут вы следуете инструкциям установки я его устанавливать не буду потому что он у меня уже установлен а вы тут следуете инструкциям всем установки вас с этим проблем возникнуть не должно итак давайте же перейдем собственно к самому эмулятору сейчас секундочку вот у меня а значит когда вы будете его каждый раз запускать то это будет у вас занимать где-то полминуты или секунд 40 до довольно таки это он долго он запускается но ничего страшного и так вот собственно этот эмулятор я тут с него записывал некоторые игры вот как тап тап дашь я с него записывал если у пакмана записывал не суть значит вот он 3.8 . 3.1 и давайте перейдем непосредственно к самим настройкам и так здесь у нас находится информация системе эта информация о вашей системе не по системе этого эмулятора а по системе вашего компьютера и так далее вопросы и ответы здесь вы можете задавать вопросы это вопрос разработчикам и смотрите комментарии то что писал по поводу этого эмулятора если сейчас на это нажмут у меня перекинет на сайт поэтому мне этого не нужно поэтому мы это не трогаем далее центр сообщений здесь мы ничего не трогаем тут у нас я когда нажимал открывался какая-то странная вкладка на которой ничего не было отображено поэтому ее пропускаем обратная связь эта вкладка вы можете написать отзыв свой или же какой-то комментарий разработчику если допустим у вас есть какие-то претензии данному эмулятору вы что-то не понимаете или у вас есть жалоба то вы можете написать сюда но это никак не влияет на производительность поэтому это пропускаем и так далее это скрепочка я не знаю зачем она тут вообще нужна так но это понятно что свернуть на весь экран и закрыть и так это у нас настройки давайте же перейдем непосредственно данным настройкам и так общие настройки информация о версии тут вы должны проверять на наличие обновлений если придет новое обновление то должны обновить данный эмулятор и так запуск при старте то есть когда вы открываете данный эмулятор то у вас при старте эмулятор открывается сразу же это панель это мы нажимаем отключить это нам это нам не нужно это мы открываем всегда по желанию дальше root права данная функция очень полезная ее нету на смартфоне на оригинальном смартфоне так сказать то есть как бы она есть но ее нужно либо покупать либо там скачивать какие-то специальные программы для того чтобы получить эти root права то есть это вообще там заморочка полнейшая здесь же они уже у нас по дефолту имеются их надо обязательно включать потому что есть такие программы которые только с помощью root прав запускаются далее язык разумеется русский думаю вряд ли мне будет смотреть зарубежный пользователь но если это если он не будет смотреть то ставь тот язык на котором ты разговариваешь то есть свой язык иными словами далее программная клавиатура это лучше отключать она нам тут не нужна но те кто хочет можете включить но тут в принципе и без нее удобно подсказка по оптимизацию системы это нам не нужно это мы пропускаем и очистка дискового пространства здесь я не совсем понял ребята о каком именно дисковом пространстве идет речь о дисковом пространстве эмулятора или же а дисковом пространстве моего компьютера не понял совсем о чем идет речь поэтому мы это пропускаем. Но те, кто хочет, тот, кто хочет, можете поэкспериментировать. Далее. Расширенные настройки. Здесь самое главное. Вот эти настройки уже влияют у нас на производительность. Итак, ставим качество настроить и настраивайте производительность под свой компьютер. То есть у меня 4 ядра, я поставил тут в процессорах 4 ядра. У кого 8, ставьте 8. У кого 2, ставьте 2. У кого 1, ставьте 1. Оперативная память. 1024 мегабайта. На самом деле у меня стоит 4 гигабайта, а тут имеется в виду 2. Вы ставите тот размер оперативной памяти, которая у вас стоит на компьютере. Далее. Но это мы не включаем. Настройки запуска. Настройки пуска. Так как вы данный эмулятор запускаете на своем компьютере, поэтому ставите кнопочку вкладочку настроить и ставите разрешение своего монитора. Максимальное разрешение своего монитора, своего компьютера. У меня это 1400 на 900. У кого-то может быть меньше, у кого-то может быть больше. Поэтому сами узнайте разрешение своего монитора и ставите его здесь. А если вы нажмете на планшет, то у вас будет в виде планшета запускаться данная программа. Или же вы нажмете телефон, то у вас будет как телефон. То есть такой маленький экранчик будет как вот реальный вот смартфон запускаться то есть такой экран вот режим визуализации тут ставите direct x у меня nvidia у меня nvidia поддерживает именно модуль direct x принципе если у вас вот написано если какая-то игра не запускается то можете поменять на open gl но это уже на ваш взгляд лучше оставлять direct x настройки кадра если у вас мощный компьютер то ставьте 60 fps или если у вас среднем если у вас слабый компьютер то ставьте либо 15 fps либо 30 fps далее настройки свойств тут мы ничего не трогаем эти настройки никак не влияют на производительность и поэтому лучше тут ничего не трогать иначе можно что-нибудь испортить и я здесь сам ничего не трогал настройки сочетания клавиш это вы ставите кнопку на своей клавиатуре какая у вас клавиш отвечает за такую-то определенную функцию это вы тут сами настроите на свой лад далее настройки интерфейса здесь у нас отображены панель инструментов панель инструментов это вот эта вот штучка которая справа где сейчас я курсором вожу это панель инструментов и тут отображение каких кнопок вы хотите чтобы вас отображалась то есть каких функций тут желательно оставлять те функции которые тут уже стоят потому что это довольно таки важно далее альбомный режим я не знаю что он обозначает просто его лучше не включать лучшего держать отключенным фиксированный размер окна тут лучше тоже держать отключенным и запомнить размер и положение да это мы нажимаем включить и так далее тут мы с вами разобрались и когда вы уже тут все настроили вы нажимаете сохранить настройки и готова сохраняя сохраняться настройки то у вас эмулятор попросит вас перезапустить и после перезапуска у вас данные настройки вступят в силу и так все мы нажимаем на крестик и переходим к нашим к нашей панели инструментов так это у нас кнопочка отвечает за то чтобы данную панель свернуть а это развернуть дальше это встряхивание на самом деле ребята я вообще не знаю что это функция обозначает я встряхнула что он обозначает я это не понимаю на самом деле далее это управление с клавиатурой это специальная клавиатура данного эмулятора но тут и без нее можно нормально пользоваться эмулятором поэтому тут и включать не надо дальше очень полезная штука снимок экрана то есть вы снимаете экран у вас сохраняется то есть делайте скриншот одним словом вот допустим я сделаю скриншот вот у меня сохранился скриншот так далее далее это ваше местоположение я не знаю зачем его сюда впихнули вообще данную функцию вообще зачем смысл смысл какой просто так так поэтому мы его с вами вообще не трогаем далее мой компьютер это у вас допустим вы либо записали видео с данного эмулятора либо сделали скриншот и у вас тут показываются пути где у вас куда у вас на ваш компьютер сохранились файлы записанные с этого эмулятора либо же вы можете извне из компьютера приместить допустим apk файл на этот эмулятор что потом уже здесь его установить и уже собственно продолжать работу тут открыть папку apk можно вот у вас показан путь вот у нас apk файлы это у нас с проводник думаю у каждого у кого есть смартфон каждого он есть так далее так на чем это мы еще остановились с вами и тут открыть другую папку вот они пути вы тут собственно не заблудитесь вы тут все найдете вас все показано далее звук увеличить громкости или уменьшить громкость это уже по вашему усмотрению и вот он полноэкранный режим то есть если мы поставим так то у нас будет полноэкранный режим а если мы нажмем на escape то у нас включится снова обычный режим далее apk файлы это добавить какие-то apk файлы как я уже говорил с компьютера допустим вы скачали какую-то игру на android apk файл и хотите уже здесь в этом эмуляторе в этой группы игра добавляйте apk файл сюда и уже здесь его устанавливать и данный эмулятор далее перезагрузить android но это по желанию вы знаете что эта функция обозначает вы просто перезагружаете android но это понятное дело любому и дураку понятно и так далее регистратор macros я не знаю вообще что эта функция обозначает на самом деле поэтому ее лучше вообще не трогать далее запись видео вы можете записать видео вот как раз таки используя данный эмулятор и потом уже вот здесь его найти далее мультиплеер мультиплеер это по желанию ребята то есть но лучше вообще им не пользоваться так настройки контроллера но это наверное скорее всего какой-то специальный контроль это есть геймпад геймпад android то есть вы можете его настроить если у вас есть геймпад то вы его настраиваете для того чтобы играть на android с геймпада это у кого он есть а может быть здесь можно и с обычного с обычного геймпада играть то есть как у меня вот он dualshock ps4 может с этого эмулятора собственно экспериментируйте проверяйте будет работать или не будет я это не проверял но знаю что эта функция здесь есть далее здесь у нас меню то есть вот она выглядит так и так этому у нас недоступно управление общими функциями это мы уже здесь уже разобрались с вами поэтому это не трогаем и так далее но эта стрелочка назад допустим вот вы вошли файлы и вам нужно вернуться обратно вы нажимаете на эту стрелочку и у вас возвращается обратно вот далее далее у нас это главная страница то есть это просто как я раньше говорил домой то есть если вы понажимали там миллиард вкладок и долго выходит просто нажимаете вот эту вкладочку и у вас сразу же возвращается все на главную страницу и это у нас очистка то есть вы нажимаете сюда и у вас те приложения которые вы открывали нажим проводите назад мышкой вот так вот и у вас все закрывается все приложения которые вы запускали ну и это собственно еще функции у меня больше неких функций вроде бы как нет собственно вот что обозначает данная панель теперь давайте перейдем к настройкам внутри внутри эмулятора то есть тут у нас есть вайфай если у вас есть интернет то у вас будет он автоматически включен вайфай так это мы закрываем сейчас секундочку это ваш интерфейс вашего андроида то есть вот у меня вайфай lg android это уже интернет непосредственно самого андроида но это нам не нужно это у нас яркость bluetooth в общем все то же самое что и на ваших смартфонах поэтому этому вы здесь разберетесь и сами вот у нас файлы собственно здесь у нас уже все так же как и на обычном смартфоне так нажимаем выход вот у нас есть галерея с вами загрузки это те файлы у вас будут отображены которые вы скачали с интернета с интернета не компьютерного а именно вот с эмуляторного интернета интернета данного эмулятора итак тут у нас есть галерея тут у меня будут сохранены ваши видео фото сохранены скриншот и вот я сделал скриншот вот они все мои скриншоты тут сохранены так что вот такие вот дела ребята ну собственно настройки самого андроида вай фай вы включаете передачу данных вы отключаете потому что это интернет связь то есть у вас данный эмулятор стоит на компьютере вас поэтому вам не нужно ни билай не теле 2 не мегафон ничего это вам не нужно у вас он и так работает от вашего интернета которого дома стоит еще так но это уже быть ничего не трогайте звук настраивайте звук настраивайте экран смотрите информацию о вашей памяти сколько вас доступно у меня еще доступно 28 гигабайт у меня тут как бы отдельно есть место встроенное тут у вас есть свое место то есть это очень удобная функция она не занимает место на вашем жестком диске компьютера то есть занимает один гигабайт всего лишь а уже тут есть как бы своя собственная память то есть 28 гигабайт это вообще очень офигенно на самом деле ребята и вот написано сколько у вас какая функция занимает сколько памяти и вы тут сами смотрите дальше но батарею вообще не трогайте потому что у вас запущено все на компьютере у вас тут бесконечное количество процентов и никогда этот android не разрядится разумеется может он у вас запущен в компьютер приложение вот как и во всех смартфонах вы смотрите какие приложения у вас установлены вот они мои внутренняя память но у меня тут только внутренняя память вот у нас все приложения которого сработают сколько оперативной памяти используется так что у нас тут дальше ой секундочку дальше местоположение ваша безопасность язык тут сами настроить аккаунтами тут аккаунт google мой то есть через который я захожу в play market можно добавить аккаунт тут суперпользователи как раз таки руд права дата и время можете настроить если у вас тут сбились но у вас на компьютере уже будут даты и время поэтому смысла здесь даты и время ставить нет дальше печати планшете то есть это уже то есть об этом андроиде то есть информация так вот можете посмотреть какая модель версия 4.4.2 у меня кстати тоже стоит версия на моем на моем смартфоне тоже 4.4.2 kitkat у меня стоит прошивка какая-то стоит в общем информация о системе вашего эмулятора так сказать специальные возможности здесь есть но это мы тут это мы не трогаем тут ничего собственно вот такие вот настройки надеюсь все что все что хотел я вам показал но на самом деле у меня здесь отстает то есть спешит время тут 16.30 а у меня здесь 15 только 30 так что можно в принципе здесь настроить дату и время давайте настроим так часовой пояс так время поставим 15 29 готово все стоит 1529 и ставим вот так все итак все ребята я все вам объяснил видео наверное скорее всего довольно таки затянулось я за это извиняюсь просто хотел все вам показать поэтому досмотрите данное видео до конца опять же я уже забыл еще кое-что сказать что в данном эмуляторе у вас не будет работать камера если вы нажмете на камеру то у вас это все работать не будет как вы видите так что камеру не используйте не используйте и вот у вас тут работает браузер вы нажимаете на браузер это бывает бывают ошибки выскакивают как и на обычных смартфонах вот вы можете пользоваться здесь тоже интернетом как и на вашем компьютере тоже внутри этого андроида этого эмулятора так сказать гугла да вот теперь точно все функции ну что ж ребята я прошу вас прощения что занял так много вашего времени но это стоило того чтобы объяснить как работает данный эмулятор надеюсь вам данное видео понравилось с вами был я кирилл и мой канал кирилл ржевский подписывайтесь ставьте пальцы вверх или же кому я не помог ставьте пальцы вниз комментируйте ссылка на данный эмулятор как я уже сказал будет в описании собственно удачи вам ребята и пока увидимся уже в моем 12 видео уроке а